Загореть и не стратить притомность. С узнятем слубка термометра колькость людей у местах отпочинку региона прыкметно повеличилась. Але прогулки на открытым поветре и наведывание пляжа укорысны только поколь не шкодить уластному здоровью. Як легче перенести спякоту, а кому левш по махчымастям застаться дома, глядите у нашем сюжете. Коли одни у спякоту хаваются у помешканнях, інши выходят на улицу и навэт загорают на пляже. Мясовая жахарка Раиса Стапенко в вольный час любить отпочивать каля Любинского озера. Женщины не фанат сунечных ванновую под парасоном отшувая себе довольно комфортно. Конечно, на солнце не сижу, сижу под зонтиком. Всегда беру с собой водичку, побольше пить, мазаться кремом и отдыхать, наслаждаться природой. Частей за все аномальная спякота проводится до обезвоживания. Тому на улице треба за все дымить при себе бутыльку с водой и носить головные уборы. Мы проверили, выполняют эти базовые правила отпочивальники. В основном в жару мы спасаемся, либо ходим на лечку, либо ложимся дома, включаем кондиционерный вентилятор и покупаем мороженое тоже в холодную погоду. В жаркое время стараемся защищать голову головными уборами, побольше воды, стараться пить до двух литров в день. Ну, соответственно, свежие фрукты, соки. Во первую чергу, высокие температуры уплывают на сердечно-сосудистую систему. Тому для певных категорий громадян находится на улице угородшую пару непожиданно. Увеличится количество сердечных сокращений, повышается давление. Люди начинают часто дышать. Таким образом приводят к потере кислорода в организме, то есть наступает гипоксия. Им становится плохо, и на фоне вот этого они теряют сознание. Рызыка теплового удару зараз повышена. Тому людям с заслабленным здоровьем и проблемами сердца рекомендовано меньше находиться на солнце. Хотелось бы всем напомнить, отдыхающим, что благоприятное время провождения на пляже это с утра, часов с 8 и до 12, ну и, соответственно, с 4 вечернее время, там, часов до 8. На посту Любинским с початку купального сезона перегреву людей по коле зафиксовано не было. А в оси Калинговицком районе на минувом тыдне от спякоды стало дря на 15-годовой девчине. На допомогу подоспели выратовальники Аспот и медики. Также всегда на спасательных постах дежурят у нас медицинские работники, к которым за помощью вы можете обратиться в любой момент. И наши спасатели тоже способны оказать всю необходимую помощь людям в случае перегрева, в случае солнечного удара. До речи, повышенная спякода протягнется недолго. В наиближайшие сутки чекается погаршение умов на дворье. На большей части территории в области у Гомеля махчимы короткочасовые дожжи и на больнице. До конца недели температурный фон будет в основном умеренным для июля. То есть, начиная температура воздуха в основном составит 9-14 градусов, дневная – 21-26. Также местами ожидаются кратковременные дожди и в дневные часы возможны грозы. А пока на улице тепло, необходно клопотиться про здоровье свое и близких. Гэта датычатся и дорожной безопасности. Контролюйте самоотшувание пачат знаходжения за рулем. Часті спыняйтеся у тяньку для отпочинку. Запасайтеся холодными напоями и ни в яким разе не покидайте дятей одних у машине. Алиси Заяц, Виктория Кривда, Сергій Калацей, телерадиокомпания «Гомель».